Всем привет! Итак, что же новенького на доме 2 и за периметром? Дом 2, похоже, превращается в род Дом 2. Стрелков и Ромашов подкололи беременную Рапунцель, которая отбилась от коллектива и ушла в оппозицию. Её считают высокомерной и зазнавшейся. Ребята вошли в интересное положение Ольги, натянули накладные животики и высказали ей свои претензии. Все втроём сидят с накладными животами, пишут в комментах. Это просто цирк. А ведь многие зрители всерьёз считают, что Рапунцель не беременна. Рапунцель, кстати, неоднократно спалилась. Судя по вчерашнему эфиру, она не знает, что такое токсикоз, несмотря на вторую беременность. Она спрашивала врача, какие симптомы бывают при токсикозе, как долго он длится и почему ей всё время хочется спать и есть. А когда Дима спросил, у тебя и сейчас токсикоз, ответ Ольги был таким, да, я хочу жрать. Ну и как справедливо отмечают некоторые зрители, с таким размером живота не сидят, скрестив ноги, как это любит делать Ольга. Если животик, конечно, не силиконовый. Ольга опровергла слухи о том, что Василису выставили из садика из-за скандальной славы родителей. Просто садик не удовлетворял запросам Димы и Оли. Он был недостаточно брендовый. Пока малышку будут водить только на развивашке. Вторая беременяшка Саша Черно рассказала о том, как ей удалось забеременеть. Она применила метод от противного. Сначала она вела правильный образ жизни, бросила вредные привычки, следила за весом, пила таблетки, высчитывала благоприятные дни для зачатия. Но результата не было. Потом Саша на всё подзабила, перестала себе в чём-либо отказывать. Она кушала от пуза, гуляла на сейшельской свадьбе шабариных. До отлёта на Сейшелы вес девушки составлял почти 126 кг. А после возвращения в Москву она стала быстро полнеть, и её вес вырос до 140 кг. Начались сбои цикла, Саша сделала тест и увидела две заветных полоски. После она сделала ещё пять тестов. Всё никак не могла поверить своему счастью. Аганесян пишет, что его родители очень рады грядущему пополнению в семье сына. Ведь Йося единственный, кто ещё не порадовал их внуками. Беременное Черно чувствует себя отлично. А вот Аганесяна всё раздражает, его постоянно тошнит. Проект покинула Люба Дробкова на голосовании. Она не сильно расстроена, ей не подходил бешеный ритм жизни на проекте. Но её огорчила реакция Юли Белой. Та даже не попыталась спасти подругу от ухода. Федя Стрелков выдал все тайны своей подруге Кате Скалон. Девушка, оказывается, прячется от камер, от коллег по шоу и подбухивает. А Скалон рассказывает в сети о чудном волшебстве с Федей. Зря она этого сразу не сделала, но зато мама может гордиться Катей. Дочка вела себя прилично и выдержала положенную паузу. Стрелков, кстати, не прошёл в финал конкурса «Человек года». Финалистками из команды Ольги Бузовой стали Безбородова и Савкина. Ну а в следующее воскресенье будут снимать борьбу Донцовой, Африкантовой и Рапунцель. Всё, чувствую, идёт к тому, что в финале окажутся у обе сёстры Рапунцель. Вот это будет веселуха. Савкина недавно говорила маме, что ей даже страшно представить такую ситуацию. А вот так неприлично Аленушка сидела на съёмках шоу. Глядя на это безобразие, я из двух сестёр выбрала бы Олю. Даже её теребонистое прошлое меня уже не смущает. А тем временем Ольга-Ветер только начинает делать ремонт в своей призовой квартире. Которую она выиграла на конкурсе «Человек-года» в далёком 2016-м. Ключки она получила тоже только летом этого года. Макеев начал новую жизнь. Он удалил из Инстаграм все фото с Савкиной и уехал на Кипр. Роман замутил отношения с актрисой, которая снимается в фильмах для взрослых. Отдыхает по полной от «Дурдома-2» и от подлой семейки Рапунцелей, пишут в комментах. Имеет право. Бывшие участницы проекта, Овсянникова и Гобозова, порадовали новыми клипами. Над созданием клипа Алианы работала целая команда во главе с талантливым режиссёром. Она считает эту работу своим триумфом. На самом деле, жуткая хрень. А вот клип Маргариты Овсяниковой мне понравился больше. Я хотя бы дослушала его до конца. Песня называется «Ты для меня всё». Единственное, не нравится текст песни. Скороговорки, как пишут в комментах, это не стиль Марго. Ей бы подошло что-то более спокойное и красивое. А этот снимок доказывает популярность певицы Ольги Бузовой. Это произведение искусства уже не первый год украшает сортир. Наверняка с разрешения Бузовой и её продюсеров. На этом сегодня всё. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»